Вообще я появился здесь очень странно, хотел принять участие просто в конференции, послушать докладчиков и потом подумал, что у меня очень богатый на самом деле опыт, отрицательный опыт тоже опыт, и я подумал, что было бы интересно поделиться им. Хотелось бы спросить, чтобы узнать состав аудитории, есть вообще стартаперы, то есть начинающие предприниматели в IT? Есть? Поднимите руки, пожалуйста. Кто тут один? Я для тебя буду говорить. Вообще, это будет очень странный доклад. Сразу приготовьтесь, это будет очень странно даже для IT-конференции. И я постараюсь, чтобы это было весело еще. Я вообще пришел вообще из другой сферы, я не из IT-сферы, я из сферы вообще риелторского бизнеса. Просто в какой-то момент, вот сейчас мне 31 год, и вот когда мне было 28 лет, я понял, что моя жизнь бессмысленна, что я создал крупнейшее в Самаре агентство недвижимости с самым большим количеством там работников, и я понял, что меня это вообще не радует. Что мне 28 лет, у меня как бы все есть, там деньги, квартира, машина, но при этом моя жизнь абсолютно пуста. И мне как бы с детства внушали, что вот ты как бы работай, заработаешь все и будешь счастливым. И я как бы работал, пахал там, вообще тратил здоровье, и в какой-то момент я понял, что ну как бы все есть, а при этом ничего нет, чтобы я ценил. То есть нет никакой ценности в жизни. И как-то раз я сидел на острове в Таиланде, на Пангане, и сидел и думал, ну как бы и что делать-то, дальше так жить вообще не хочется. И хочется, ну вообще что-то сделать на самом деле. То есть когда-то я умру, а сейчас я живой. И вот пока я живой, хочется как бы что-то сделать действительно полезное для людей. И ну как бы мне эта мысль запала в голову. Ну и в общем-то вот как-то это знаете квинтэссенция всего доклада. Ну и вообще квинтэссенция последних трех лет моей жизни. Ну и как-то я думал, что ну я сделал там успешный бизнес в риелторской сфере. Думаю, там столько упырей всяких разных, я их всех победил. Думаю, ну что я неужели в IT не сделаю там стартап вообще. Что-то ерунда какая. И как-то вот у меня было примерно такое же выражение лица. Я загорелся, зажегся идеей, придумал идею офигенную. И ну как бы и начал, начал в общем-то на ней работать. Первым делом рассказал всем друзьям. Они сказали, да круто, вообще слава, давай вообще жги, прям будет огонь. Идея заключалась в том, что я хотел создать сервис, который бы позволял людям больше общаться вживую. То есть такая антисоциальная сеть. Что как бы социальные сети, они разделяют людей, а я хотел сделать сервис, который людей бы объединял. Ну и как бы начал работать над ним. И в общем-то первое... Так обрезалось, да? Ну ладно. Первым делом я пошел в общем-то к друзьям. Сказал, ребята, вот как бы среди вас есть там наверняка специалисты, мне нужно сделать сервис. А я говорю, да, давай, давай к нам, пойдем. И у меня, знаете, всегда было такое ощущение, что, ну такая мысль, там переживание, что войти, ну одни прям вот классные ребята. Вот я думал, что это вот в недвижимости одни упыри, а вот войти прям ну классные. Они все там горят, у них там, они меняют мир к лучшему, они там такие просветленные, они прекрасные люди. Я думаю, блин, я хочу туда к ним. Я там насмотрелся там всяких фильмов, там книжек, думаю, блин, там так круто. Это здесь там всякая грязь, деньги, всякая ерунда, какие-то такие вот штуки. А войти это вообще все шикарно. И я думаю, все, я туда, вот мне туда, мне с гусями летать. И я как бы вот пошел летать с гусями. Ну как-то вот произошло примерно вот так вот. Я обратился к товарищу, мы хорошо друг друга знали, у него была своя компания. по веб-разработке. Я говорю, там, ну без имен, да? Я говорю, дружище, надо короче сделать такая идея. Он говорит, все, не вопрос, все сделаем, специалисты есть, идея отличная, все сделаем. Я думаю, о, как здорово, как все быстро получается. Я как бы отдал ему все на разработку, заплатил денег, говорю, давай делай. И проходит три месяца, через три месяца должен был быть дан проект. Я говорю, и что, где? Ну, конечно, не успели, вот как бы вот, надо еще время. Ну, хорошо, давай, не вопрос, еще время. Ну, в общем, проходит еще три месяца, мне выдают на руки что-то неработоспособное, говорят, ну вот это все. Я такой, блин, это вообще не то. Так, понимаю, что ладно, нет, пофигу, ну, как бы, там, цена вопроса была там в районе 300 тысяч, ну, думаю, хрен с ним, не буду там судиться и все остальное. Думаю, наверное, чувак не справился, наверное, как бы нужно просто большую компанию найти, какую-то с мощными спецами. И как-то, значит, я нашел большую компанию, мне говорят, в Харькове отличные ребята, там целый город, все программисты, короче, куча компаний, значит, там все крутые спецы, надо туда. Я не вопрос, поехал в Харьков, значит, нашел самых, значит, звероподобных монстров, с самой большой конторой, значит, 200 программистов сидят, все там, все шикарно, все расписали, все делаем. Ну, в общем, в итоге мне это обошлось примерно там в минус 2 миллиона еще и примерно еще 8 месяцев работы. В итоге мне на руки выдают тоже что-то неработоспособное. Я такой, блин, да ну вы что, да ладно, ну, ну-ка, не вопрос заплатить, но ведь ничего же не дали за это. Я вообще расстроился, у меня вот прям снова было вот такое, вот. Потом я нашел еще одну контору. Ну, в общем, там история повторилась, не буду вас утомлять пересказом. В общем, в итоге меня откинуло подряд три конторы. Я думаю, нет, что-то не то. Энтузиазма не теряю. Причем, знаете, мне все время вспоминалась поговорка этого Винстона Черчилля, что успех это движение от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом. Но он как бы забыл сказать, что от неудачи к неудаче можно не только к успеху прийти, но и к неудаче. Так-то вот, по сути. Я такой думаю, ну, блин, ну что, ну... А я, знаете, я вот, 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 вот я такой. Я невероятно, значит, смелый, сильный, решительный, но, сука, глупый, пипец. Вот честно, я вот честно признаюсь, что я очень глупый. Я как бы очень решительный, и зачастую у меня как бы успех достигается за счет моей решительности, но мозгов вообще нету. Поэтому я, значит, думаю, надо, значит, свою команду собрать. Только надо собрать команду. Собрал, значит, удаленщиков. Собрал удаленщиков, начали работать. Ну вот, как бы, следующий слайд. Я думаю, вы понимаете, что произошло дальше. Тоже несколько месяцев разработки. Энное количество, как бы, сотрудников. В итоге я понимаю, что надо, значит, народ собирать. Я, значит, нахожу кофаундера технического, программиста. Он говорит, все, славян, я с тобой, мы, значит, вместе порвем мир. Я говорю, да, порвем мир. Все, огонь, короче. Набираем программистов, там, из Сибири, из Украины, из Казахстана, там, отовсюду набираем, там, с Москвы. Понимаю, что, ну, удаленно нельзя работать. Надо работать вместе. Я говорю, а поехали в Таиланд? Да, поехали в Таиланд. Мы, значит, собираем всю команду, летим в Таиланд, снимаем там дом, начинаем фигачить, значит, работаем там день и ночь. Все круто, все огонь, все как в кино. Три месяца работаем, команда выгорает. Результата нет, команда выгорает, мы выкатываем бету. Бета, значит, проваливается, юзеры говорят, что да, типа, идея классная, но реализация фигня. Все, команда разваливается, разъезжаемся из Таиланда. Я снова, значит, вот так вот. Я такой, да что ж такое-то, блин, что ж не получается. Думаю, надо еще раз попробовать. Значит, думаю, ну, наверное, команда была слабовата. Вот наверняка, вот если брать вообще самых матерых, они работают все на удаленке. Вот тогда вот таких фрилансеров, они наверняка мощные. Ну, как вы понимаете, здесь, в общем-то, тоже ситуация не задалась. И я понял для себя, что ни в коем случае в стартап нельзя нанимать фрилансеров. Фрилансеры, это как вот эти вот, только вот такие, только вот поменьше. То есть они поменьше, менее злобные, меньше хотят денег, но модель работы такая же. То есть принцип, что мы денег заберем, возможно, что-то сделаем, возможно, не сделаем. Главное затянуть сроки разработки и там, а уже там дальше раскидаемся, как-нибудь отмажемся. Короче, для стартапа вообще не подходит, тем более без хорошего технического фаундера. В итоге у меня, значит, кофаундер мой технически не выдерживает. Говорит, Слав, нет, все, нас ждет неудача, все, я, короче, ухожу. Я устал, я ухожу. И, короче, меня бросает. Я такой, блин. Прошло уже два года, там энное количество миллионов, а я при этом бросил свой риелторский бизнес, он там медленно загибается. Я такой, блин, вообще, вот это жесть. Вот это прям я попал. Такой, ну пофигу, будем прорываться. Значит, только вперед. Слабоумие и отвага. Значит, нанимаю снова, там, значит, был момент, нанимаю снова удаленщиков, фрилансеров. Вроде бы уже проверяю их по-всякому с учетом опыта. В итоге в какой-то момент наступает кризис вот в этом году. И у меня риелторский бизнес совсем схлопывается. Ну, там наступает кризис, просто прекращаются продажи, у меня кассовый разрыв. И я, как бы, все деньги возвращаю туда. И в какой-то момент у меня, я говорю, ребят, ну, простите, денег нет. Как бы, они такие, ну, нет, ну, ладно, мы пошли. А я со всеми, то есть, я вот, как бы, последняя команда, которая была, я их нанял, я со всеми встречался, я ездил там в те города, где они живут, знакомился там, по несколько дней с ними жил там, рассказывал, как все будет круто, как мы, значит, вот прям вот мы молодцом, то есть вот прям дружился с ними, они такие, да-да-да, но как только деньги закончились, все, слава, пока. И в какой-то момент вот я понимаю, что все, денег нет, команда разбежалась, проект не закончен, причем даже там регистрация на тот момент не работала, и я два дня проплакал. То есть я вот серьезно, у меня был полный экзистенциальный кризис, то есть я вот, ну, а я еще очень чувствительный как человек, и я это переживал, знаете, как смерть, вот, как настоящую реальную смерть. То есть вот этот вот мой ребенок, который я там два с половиной года вынашивал, который вот-вот-вот должен был родиться, он так и не родился, и я вот прям уехал к отцу в деревню, и вот прям два дня плакал, я вообще ревел, там, хотел поконить жизнь самоубийством, думал, все же не закончено, вообще бессмысленно. Два дня проплакал, все, как бы, ну, прожил это. И вернулся домой, думаю, ну, ну, что, ну, все, закончилось. То есть, а это прям, знаете, это было вот, по накалу, это была невероятная история. То есть я прям вот, я вообще туда прям вот все вкладывал, все ресурсы, все, что было. Там, квартиру продал, там, вообще, там, все деньги, там, от бизнеса, все туда, давай, давай, расти, расти, малыш, и малыш не растет. Ну, и я такой, все уже, как бы, закончилось. И тут вспоминаю, что мне очень один товарищ нравился, как бы, как человек, как специалист. И я, знаете, вообще ни на чем не надеясь, пишу, говорю, ну, ты знаешь, говорю, я, как бы, ну, просто должен спросить, я, как бы, ни на чем не надеюсь, ни на чем не рассчитываю, но ты не хотел бы, вот, закончить проект бесплатно и потом, вот, как бы, долю получить, там, в нем, как бы, небольшую. Просто вот наугад такой, уже все, ну, денег нету, платить не могу, говорю, вот, вот, ну, есть идея, вот, давай, типа, сделаем. Он говорит, слушай, ну, идея крутая, давай, я, типа, возьму еще одного чувака, и мы вместе, типа, поднимем проект. Я такой, вау, такой, прикольно. Так, и так, что, смерть откладывается? Окей, смерть откладывается. И, значит, дальше мы, значит, с новой волной, там, начинаем фигачить. Здесь, как бы, момент какой? Я вот, ну, это совет, знаете, только для маленьких компаний, только для маленьких команд. Во-первых, вот это вот, делать без денег. То есть, вообще, для стартапа деньги ни в коем случае, вообще никаких денег вообще. Деньги вас просто зальют. Это, знаете, как маленькое растение, если его слишком много поливать, оно загнивает. Никаких денег. Если вы не можете сделать стартап без денег, вообще лучше не делайте. Вот я понял, что для стартапа деньги, это прям вот, ну, нельзя. Делайте без денег. То есть, у нас еще, знаете, самые лучшие специалисты, они работают без денег. Они готовы работать за идею. Есть, есть хорошие специалисты, которые работают за деньги. Есть много плохих специалистов, которые работают только за деньги. А вот самые лучшие специалисты, ну, вообще, вот, как бы, в России, она очень странная в этом плане страна, потому что самое лучшее тебе делают всегда бесплатно вот за деньги те сделают фигово а бесплатно те сделают очень круто еще будут рады чтобы участвовали в проекте это парадокс но это вот вот так вот то есть для стартапа по крайней мере вот я убедился туда это знаете еще такая тема есть что у меня друг есть физик теоретик и он говорит якобы тяжело что-то понимаю но зато если я понимаю то я понимаю и вот у меня мне кажется то же самое якобы мне чтобы понять что тут тяжело мне нужно как много раз ударить в голову но если как бы уже добился вот прошла информация то я реально понимаю вот прям переживаешь это вот как как будто татуировку все сделался никогда не платить денег это хорошо делать все только своими силами то есть находить какие-то связи подвязки подцепки и вот все делать без денег и чисто чисто своими силами ну для стартапа практически нереально найти хорошего специалиста за деньги но зато для стартапа практически всегда там ну ты молодой энергичный тебя там идея тебя прет и ты можешь это идея заразить кого-то и и здесь очень важно еще в стартапе очень важно чтобы за тобой люди пошли либо как за фаундером основным либо как за носителем идеи как вы как за идеей и лучше конечно если ты берешь меньше харизмы и больше идеи то есть вот должны пойти за идеей если в идею народ поверил все они пойдут даже если там поломаешься по пути вот если идут за тобой то там есть нюансы что когда ты устанешь что и народ может разойтись дальше вот вот это прям найти некоторые некоторые вещи некоторые идеи некоторые картинки надо сделать себе реально татуировку вот на видных частях тела вот на самом деле есть ограниченное количество очень простых идей их очень мало они очень простые но люди все равно не понимают особенно вот это в стартапах я это пережил на себе мне кажется что если я делаю что-то инновационное я должен это делать инновационным способом там кушать не ртом а ушами например ну как я же делаю стартап надо же по-новому подходить к процессу как бы я же изобрету что-нибудь на самом деле ни в коем случае нельзя то есть надо обязательная часть бережливого стартапа это mvp я на этом очень сильно обжегся мы пытались выкатить сразу огромную социальную сеть с кучей функций в итоге получилось много всего сделанного очень плохо поэтому вот ну я могу дать совет вот исходя из знаете совет политой кровью кровью слезами вот вот всеми другими остальными жидкостями делайте mvp всегда делайте mvp практикуйте customer development это реально спасет тут еще знаете какая тема что у фаундера всегда ограничены но есть ограниченный ресурс это ограниченное количество энергетики и founder очень быстро выгорает а если ты выгораешь то основная движущая сила который вот который ты себя представляешь она все заканчивается и в итоге ты как мощный поезд и набрал скорость и просто не доехал до следующей станции поэтому практикуйте mvp то есть берете там сто процентов функционала которые вы хотите сделать делите там на 10 берете эти 10 процентов делите еще на 10 в итоге делаете один процент вот вообще работает офигенно идеальный вариант очень многие знаете у нас как бы в россии еще так такая культура что если ты делаешь что-то новое ты очень людей сильно пугаешь то есть ну это я столкнулся и когда бизнес делал и вот когда особенно стартап когда ты людям рассказывать что ты делаешь что-то новое люди пугаются что у тебя получится и ну как бы ты им говоришь вот будет так круто и они понимают что если у тебя получится то они на твоем фоне будут выглядеть очень плохо то они будут выглядеть лентяями там как бы безвольными и так далее и они тебе все дни нельзя ты что это глупость вы нельзя не надо там начинаете отговаривать ну наверняка если кто-то делал стартап и такое было я вот по этой причине просто на какой-то момент перестал с родителями даже общаться что они у меня дико напугали что что же ты бросил бизнес как же так и вот пошел ударился в какую-то там свой интернет вот то есть я здесь могу что порекомендовать ну я считаю что просто вот в этих вещах я имею право рекомендовать потому что очень сильно это на себе прожил нужно но я для себя как сделал я сделал там два-три человека которые меня поддерживают безусловно во всем то даже если я буду делать полный бред они скажут да слав ты молодец тебя все получится иди вперед и я их как бы сделал как такой бэк-энд то есть я к ним всегда возвращаюсь когда мне плохо так я просто иду к людям говорю я вот делаю такое то вообще нужно вам это они говорят да нормально или нет ненормально там будете за это платить нет не будем а вот за это вот за это будем и как бы уже когда у тебя есть люди которые тебя поддерживают гораздо легче идти там на поля и спрашивать а правильно ли я вещи делаю нужно ли то что я делаю вот ну и гораздо легче воспринимается обратная связь ну не надо спорить это один из принципов customer development ну я сначала прочувствовал customer development на своей шкуре и только потом прочитал книжку про customer development лучше конечно был наоборот просто на самом деле вот тут до этого докладчики рассказывали что там нужно там ну там есть про product development есть customer development product development когда ты сначала делаешь продукты потом идешь его продаешь customer development когда ты сначала говоришь ну надо я вот такую штуку сделаю эти горят ну да неплохо ты бишь вот на никита спасибо вот супер то есть когда ты сначала ну как бы узнаешь нужно ли то что то что ты делаешь и потом только уже начинаешь делать ну вот надо учиться айти сфера вообще вообще лучше конечно если читать на английском языке материала который только только появляется там в районе силиконовой долины это очень помогает это очень сильно ускоряет твое развитие потому что в россии они появляются там три-четыре года спустя когда уже в общем-то это уже менее актуальная информация то есть учиться постоянно с учетом того что ну как бы еще вот такая тема что когда ты делаешь бизнес обычный это очень неопределенно то есть там есть там правило что 95 процентов всех бизнесов гибнет там айти бизнес это вообще полная неопределенность квадрате ты вообще ничего не понимаешь у тебя дико растянута по времени и непонятно чего поучится в итоге ты не интерес чего тебя в процессе и принят ничего в итоге не понятно если ты в итоге это сделаешь нужно ли она она кому-нибудь и нужно ли оно именно в таком виде поэтому лучше вот общаться постоянно с людьми со своим потенциальным пользователями и постоянно учиться постоянно читать различные материалы но не пытаться изобрести сразу все это ты изобретаешь какой-то отдельной области но не надо изобретать инструменты которыми ты будешь работать не надо изобретать пользователи которым возможно это понравится просто ну в стартап команде должны быть только самые необходимые люди есть такая такое правило что любой отряд бежит со скоростью самого медленного бойца если у вас в отряде есть медленный боец вся команда будет бежать с его скоростью ну такое правило поэтому старайтесь брать только самых матерых таких прям спецназовцев свой стартап ну это такая найти момента море что называется вообще я считаю что в стартапе тема тема факапа и тема фейла она постоянная она вот просто она каждый день и это нормально то есть ты работает особенно если это инновационный какой-то стартап ты работаешь постоянно вот с оглядкой типа не слишком ли она близко и каждый день ты просто посыпаешься и понимаешь тебе нужно очень быстро бежать это как та история про льва и газель что каждое утро в африке просыпается газель и она понимает что она должна сегодня очень быстро бежать чтобы ее никогда не догнал лев и каждое утро в африке просыпается лев и он должен понимать что он очень должен очень быстро бежать чтобы догнать газель и неважно кто ты лев или газель если наступает утро тебе уже лучше бежать и вот как бы тема смерти но особенно если вы чувствительный то тема смерти в стартапе она постоянная и стартапа постоянно угрожает смерть и развал и я считаю что это нормально нужно просто уметь этим жить помнить об этом просто контролировать контролировать все что с тобой происходит и когда происходит вот такое такое происходит регулярно в стартапе опять же чисто для стартапа говорю просто нужно вовремя выбираться двигаться дальше и понимать что там где ты ходишь если уж ты тебя угораздило открыть стартап то надо понимать что там наверху куда ты забрался очень мало кислорода и чтобы поддерживать жизнь там нужно двигаться аккуратно дышать часто не совершать ошибок и очень-очень быть осторожным ну в общем то помните о смерти но живите насыщенной жизни да вопросы что я же не рассказал самое интересное с проектом все круто я сейчас в акселераторе у нас там скоро там короче с инвесторами общаемся короче все круто по кастомер-девелопменту вся все говорят что вообще огонь то есть 80 процентов людей говорят что пипец как ждем твоего продукта давай скорее ну и предварительные там наработки которые показывают там бету все говорят вообще супер очень очень ждем ну и нормально спасибо большое за интересный доклад было интересно очень слушать а можно поподробнее рассказать о вот двух первых фейлах когда там облажалась первая команда облажалась вторая вы их оставили и уехали на небитаемый остров или ну если там 8 месяцев длился этап разработки я правильно понял в какой момент вы поняли что вы движетесь не туда ну то есть здесь ну расскажите обоюдной вине да там в чем они облажались и в чем возможно вы допустили просчеты спасибо спасибо на самом деле я никого не обвиняю полная ответственность на мне это но это с самого начала было понятно что что вот 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 это как она мне очень нравится делайте полноэкранный пожалуйста вода вообще очень нравится слайд это прямо очистили моей жизни но я считаю что жить надо интересно что если ты живешь не интересно на и живешь зря и моя конечно моя ответственность была в том что я ни фига не понимал то есть я у меня были радужные мечты я хотел как-то бегемотик летать такой вот что будет все здорово на самом деле конечно не здорово и моя ответственность была в том что я не понимал что происходит что я выбрал не того не тех но выбирал все время не тех подрядчиков ну то есть там банально была такая тема что проект был написан на ю и там если ты злая ребятов там команда до которой я нанял они зачем-то начали переписывать этот проект на zent zent framework и ну как бы мне говорят это надо так все они начали там добавлять какие-то вещи и в итоге проект просто перевели на zent хотя там он вну много было написано все это произошло потому что программист один из программистов который у них там работал горит я вот больше люблю zent я перепишу на zent и в итоге там три месяца работы еще заняло и там по 300 по 400 тысяч я просто вместе там ластал ну то есть они делали совершенно причем они мне продавали специалистов как сеньоров а на самом деле это были джуны то есть потом уже все это выяснилось и единственно в чем была заинтересована компания в том чтобы 8 человек 8 программистов работали над веб частью я сейчас понимаю что меня развели просто как как кролика вот прям вот развели но должно было это произойти чтобы я чему-то научился вот естественно таких ошибок я больше не совершу я как бы достаточно легко переживаю всякие неудачи и легко переживаю пока потом фейлы полное там падение вот и просто стараюсь не допускать второй раз чтобы такое происходило вот то есть основная проблема была в том что очень низкая квалификация здесь надо понимать что все хорошие разработчики заняты если тебе активно кого-то продают если кто-то продает тебя сам то явно это потому что у него нет работы с учетом того что это высоко конкурентный рынок и у хорошего программиста нет работы но я сейчас это понимаю что это очень странно что хороший хороший разработчик у него там толпы репортеров там под окнами стоят и хат хантит его ответил вопрос честь вопрос до любом участие в общем этом деле ты знаешь у меня было как я человек очень увлекающийся и если у меня возникает идея вот которая меня прям подрывает я ну то есть я готов отдать все я готов отдать деньги там одежду снять на забери давай сделаем давай сделаем крутая идея и вот меня настолько перло что я не жалю 8 не человек говорит там типа я стою 120 тысяч вместе в не вопрос все окей давай все не начнешь я не торговался ничего мне вот главное чтобы вот чтобы человек не сделал как бы когда у человека мотивация деньги все у него деньги получил все мотивация закрылась поэтому я считаю что нужно без денег стартап делать как только деньги закончились дальше тащил на харизме удавал ну вот вот сейчас команда работают на ну за долю правда мы еще не распределили сколько долей если кстати у кого-то есть опыт в распределении долей в стартапе буду очень благодарен если поможете потому что я вообще не представляю как как делить правильно нет ты слишком меркантильный нет я не люблю тебя только бесплатно только за идею только за интерес еще просто ну все спасибо большое надеюсь мой опыт вам чем-то поможет и помните что помимо отваги нужны еще и мозги реально мозги это наше все